Motorola сегодня у меня и модель XT615. Замена гнездозарядки. Открываем крышку. Кажется, Мотолюкса называется по-другому. Снимаем батарею. Сбираем телефон. Два болта с широкой шляпкой. Только что я снял. Они единственные в этом телефоне. Такие вот. Нужно прикрутить их потом на свое место. Снимаем панель. Старайтесь не царапать. Аккуратно здесь находится шлейф. Вот он. Шлейф заклеен термопластиком. Снимаем. Стегиваем шлейф. Отстегнули. Вот у нас наше гнездо. Теперь отсоединяем плату от задней рамки. Такими одинаковыми саморезами она прикручена. Снимаем саморезы. Соединяем плату. Снимаем саморезы. Соединяем плату. Резиновый чехол на ней. На гнезде. Снимаем. Итак. Смотрим, что это у нас за гнездо такое. Стандартное гнездо. Такое же гнездо идет на множество китайских телефонов. на Huawei. На Dayton. Не помню еще название. Это у меня в руках. Практически аналогично. Не такой же, но можно ставить. Итак, снимаем гнездо. Снимать будем феном. Ставим на держак. Так. Сверху у нас находится разъем. Вот он пластиковый. Мы можем его повредить, если будем греть сверху. Вот. Можно греть снизу. Или же поставить защитный экран на этот разъем. Такой вот металлический. Закрыть его. Температура 350 градусов у меня. 350, 400 можно даже. Снимаем пластик вот этот вот, который... на который ложится шлейф. Чтоб не сжечь его. Греем. Шлейф. Тpectик. Перемь. Смешки. Плак. Смешки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok У нас поплыл, я ставил паузу, сняли, снимаем с держака, выключаем фен, он нам не понадобится больше. Почти, почти, почти подходит. Я вам посоветую, чтобы было проще ставить, если ножки загнуты, вот видите, у меня ножки загнуты, выпрямить их вот таким вот образом. Вот, я их выпрямляю. Отрезаем половину. Вот такое гнездо у нас получилось. Давайте посмотрим. Добавим флюс обязательно. Припой. Нанесем припой. За раз очистим. Далее ставим новый пин. Можно ставить по-разному. У каждого свой способ. Кому как удобнее. Я его прижал. Прижимаю сами ножки. Прихватил. Прихватил две или три ножки, просто чтобы он держался, отцентровал. Вот, чтобы там ничего не замыкало. Еще раз убедитесь, что ваш пин стоит ровно. Гнездо ваше выровняйте, пока еще можно выровнять. И приступайте уже к установке. Будьте аккуратны с разъемом вот с этим. Не заденьте его. Добавьте флюс, если необходимо. Ну и непосредственно сами ножки. Набавим флюс. Лучше паять под микроскопом. Не знаю, мне так удобнее. Но это не снять на видео. Поэтому можно припаять в принципе и так. Ножки, гнезда не такие уж и тонкие. Припаяли. Если нет микроскопа, ничего страшного, можно так припаять. Проверили. Лучше проверять иголкой. Ничего ли у нас не шевелится. Далее. Собираем телефон. Удеваем резиновый чехол, как он был. Далее. Вставляем в рамку заднюю кнопки, которые выпали. на который мы сняли. Пойдите внимательно. Здесь у нас светодиоды должны стоять под пластиком. Собираем плату. Она была закручена у нас четырьмя саморезами. Дальше чехол. Все равно стоит. Берегу hope. О, где нет четырмяного цвета. Оп, не туда, вкрутили в середину, то же самое в середину. Далее по порядку соединяем с экраном. Такой вот интересный шлейф здесь с разъемом не совсем простой. Аккуратно соединяем. Запрываем. Термопластик ставим на место. Далее нижний разъем, шлейф, по-моему у нас шлейф кнопок. Нижний разъем. Соединили. Закрываем. Вот эту металлическую рамку ставим. Закручиваем ее двумя болтиками с широкой шляпкой. И четыре черных болта, которые держали рамку. Ставим батарею. Проверяем. Цвет появился. Зарядка пошла. Открываем крышку. Телефон заряжается. Всем спасибо за внимание. С вами был Dove. Это была Motorola Moto Luxe XT615. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня. До свидания.